В Самаре определили подрядные организации, которые в этом году будут ремонтировать дороги в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Конкурсные процедуры проводили с конца прошлого года и выявили победителей в январе с помощью электронных торгов. Заявки подрядчиков соответствовали установленным требованиям. Эти компании имеют значительный опыт в выполнении дорожных работ. В прошлые годы они работали во взаимодействии с мэрией Самары и с региональным министерством транспорта, уточнили в администрации города. В Самаре в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят около 26 километров дорог. Работы будут вестись на 21 объекте. Крылья Советов провели заключительную тренировку на первом сборе в Турции. Как рассказали в пресс-службе, сегодня, 26 января в 12.30 по самарскому времени, состоится матч с середнячками 1923 Сербии. Ранее самарцы обыграли Гостевар из Северной Македонии. Игра закончилась со счетом 3-1. Напомним, на просмотре в Крыльях находился 26-летний защитник из Белоруссии Кирилл Печенин. Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании коллегии Главного управления МВД России по Самарской области, во время которого подвели итоги работы ведомства за прошлый год. Губернатор подчеркнул, что сотрудники регионального управления МВД проделали большую работу по обеспечению законности и правопорядка на территории региона, что почувствовали и оценили самарцы. На мероприятие правоохранительной направленности из областного бюджета ежегодно выделяется около 4 миллиардов рублей. Работа по обеспечению правопорядка и общественной безопасности крайне важна для сохранения стабильности в регионе, создания условий опережающего развития Самарской области, повышения уровня и качества жизни людей. В связи с этим губернатор Дмитрий Азаров принял решение об оказании дополнительных мер поддержки сотрудников органов внутренних дел. Будет предусмотрена дополнительная выплата из регионального бюджета, которая составит 10 тысяч рублей. С 1 февраля изменит расписание электричек на участке Самары Жигулевское море Тольятти. Как сообщили в СППК, это связано с обращениями пассажиров. Так, поезд номер 6340-6339 «Самара» отправление в 16.41 «Царевщина» 17.54. По рабочим дням проследует по измененному расписанию «Самара» отправление в 16.51, прибытие в Царевщину 18.04. Поезд 6344-6343 «Самара» отправлением в 16.41, прибытие в Курумыч в 18.06 по выходным дням будет ходить по измененному расписанию «Самара» отправление в 16.51, прибытие в Курумыч в 18.16. Поезд 7348-7347 «Тольятти» отправлением в 16.03. «Самара» прибытие в 18.11. По выходным дням проследует по измененному расписанию. «Тольятти» отправление в 16.15. «Самара» прибытие в 18.23. На участке Средневолжской Самары с остановкой на станции Безымянка. Президент России Владимир Путин сообщил о своем решении повысить президентские стипендии до 30 тысяч рублей. Правительственная стипендия составит 20 тысяч рублей. Стипендия президента Российской Федерации по приоритетным направлениям, самая престижная государственная стипендия в России, предоставляется студентам и аспирантам, обучающимся по направлениям подготовки специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Ее размер составляет 7 тысяч рублей для студентов и 14 тысяч рублей для аспирантов. В Госдуме приняли закон, призванный защитить от увольнения родителей, которые растят детей в одиночку. Теперь работодатель не сможет уволить сотрудника, ребенку которого не исполнилось 16 лет. Ранее закон защищал от увольнения только родителей-одиночек детей до 14 лет. Как подчеркнули в Госдуме, с просьбами внести изменения в закон обращались избиратели. Норма гарантирует неполным семьям стабильный доход. Дети до 16 лет еще нуждаются в помощи. И в такой ситуации увольнение мамы, которая одна растит ребенка, может оставить семью без средств к существованию. «Мы должны защитить одиноких родителей, а работодатели понимать свою ответственность», заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Во Всемирный день экологического образования 26 января на международной выставке-форуме России пройдет День экологии. На стенде Самарской области посетителям покажут фильмы о природном потенциале и об особо охраняемых природных территориях региона. Гости смогут принять участие в мастер-классах от замдиректора Жигулевского заповедника имени Спрыгина Татьяны Любовской. Участники мастер-класса «Возьми с собой на память сувенир» на Жигулевский заповедный мир займутся росписью деревянных спилов. На мастер-классе «Заповедное послание» можно задекорировать настоящие почтовые открытки и отправить их своим близким. В Самарской области реализация национального проекта «Экология» находится на контроле у губернатора Дмитрия Азарова. За последние шесть лет удалось решить многие вопросы в сфере охраны природы. Ликвидировано более 800 несанкционированных свалок. Качественные изменения произошли в системе сортировки и переработки отходов.